Дорогие, еще раз поздравляю всех с праздником Победы. Особенно низкий поклон тем драгоценным людям, которые все это пережили, прошли. Да благословит вас Господь особенным образом. Слава Богу! Можешь кого-то поздравить. Давайте деток отпустим на воскресную школу. Пожалуйста, детки, пройдите на занятия. Пусть Бог вас благословит. Пожалуйста, присаживайтесь. Слава Богу за этот воскресный день. Аминь. Приветствую всех, всех, кто с нами онлайн, всех, кто в Доме Божьем, вживую. Это здорово. Вы знаете, вспоминая вот это время, наверное, вот год назад, 75-летие мы праздновали, знаете, онлайн и приходилось проповедовать, глядя в пустой зал. Но сегодня мы можем видеть друг друга, лицезреть, можем приветствовать, улыбаться, благословлять. Аминь. Вы знаете, ничто на самом деле не заменит то живое общение, которое мы имеем с вами. Аминь. И я слышал многие свидетельства людей, которые сначала вроде бы им как бы так понравилось это время изоляции. Такое время, знаете, когда они без забот, без суеты, сами себе отданы в распоряжение. Но прошло какое-то время, и многие просто вырывались из пленной изоляции, говорили, все, я больше не могу, мне хочется, мне нужно иметь общение, мне нужно быть в церкви, мне нужно быть где-то, где есть люди, где можно поговорить, где можно вживую пообщаться. Аминь. И действительно, вы знаете, человек, он не создан для одиночества, он не создан для того, чтобы наслаждаться самим собой, он создан для общения, он создан для того, чтобы быть в кругу семьи, в кругу друзей, в кругу братьев-сестер. Аминь. И иметь это замечательное время общения. Поэтому слава Богу, дорогие, всех вас приветствую еще раз. И очень рад, что вы в Доме Божьем. Вы знаете, мне нравится это местописание, я очень часто почему-то вспоминаю его на День Победы, но вы знаете, на самом деле, это действительно очень сильное местописание, которое напоминает нам, что все в руке Божьей. И это притча, 21 глава, 31 стих. Библия говорит нам, коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Аминь. Победа от Господа. Давайте мы скажем все вместе, победа от Господа. Вы знаете, если Господь не созиждет, если Господь не устроит, если Господь не поможет, напрасно, Библия говорит, бодрствует, страж, напрасно трудится трудящийся, если Господь не будет с ним. Поэтому как здорово, друзья мои, что мы с вами знаем того, в чьих руках победа. Аминь. Победа над смертью, над грехом, над проклятием, над болезнью, Он победил. И Он нас сделал соучастниками этой великой победы. Слава Богу. Вы знаете, друзья мои, действительно, вот сегодня, наверное, очень много уже людей, которые даже, наверное, до конца не могут представить, что пережила наша страна, что пережил мир во время этой великой отечественной войны, после того, этой войны, что происходило. И знаете, на самом деле, интересно, что ученые, люди, которые историки, они попытались подсчитать за все существование, там, примерно, да, больше пяти тысяч лет, пяти с половиной тысяч лет по библейским меркам этой земли. Вы знаете, вы знаете, вы знаете, вы знаете, по их подсчетам получилось около пятнадцати тысяч войн. Пятнадцати тысяч войн за все существование этого мира. И вы знаете, интересно, с одной стороны печально, что за все эти 15 тысяч войн погибло до 3,5 миллиардов людей. 3,5 миллиарда людей полегло на войнах в результате этих военных конфликтов, этих действий. Вы знаете, это на самом деле огромное количество людей. Это больше половины сегодняшнего населения земного шара. Притом мы с вами знаем, что этот мир, он развивался постепенно. Это не было с того, что появилось миллиард или несколько миллиардов на земле. Нет, все начиналось с Адама, с Евы и постепенно, постепенно все больше, 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 больше. То есть вы понимаете в арифметической прогрессии, что это на самом деле, если это посмотреть. Это колоссальные цифры. Если взять, допустим, последние полтора века, последние полтора века, за эти полтора века на земле прошло около 5,5 тысяч войн. И также, вы знаете, друзья мои, за эти пять с половиной тысяч лет погибло, вернее, за пять последних веков погибло в конфликтах 143 миллиона. 143 миллиона. Знаете, интересно, что только лишь каждый десятый человек, вот из этих погибших, он погиб в результате снаряда, пули, взрыва, а все остальные, они погибли из-за геноцида и лишений. Мирное население, которое погибло. Это много людей, это миллионы людей. Мы знаем с вами статистика, она говорит нам, мы можем посмотреть. Но интересно, что из мирного населения, погибшего во время войн, только каждый десятый, он погиб непосредственно от военных действий. Остальные погибли, еще раз повторю, от геноцида и от лишений. То есть фактически девять из десяти. Война, друзья мои, это всегда зло. Война это всегда то, что несет на самом деле губительные процессы на землю. В отношениях, в экономике, в странах, во всем. Это всегда беда. Поэтому насколько нам сегодня, друзья мои, живущим в мирное время, важно ценить этим, молиться. Вы знаете, у нас с вами есть великая сила молитвы, молиться за мир, благословлять нашу страну, благословлять власти, начальство, чтобы мир был, чтобы мир пребывал в наших домах, в наших семьях. И вы знаете, на самом деле, война, она не начинается где-то далеко. Очень часто и в большинстве случаев, вообще всегда война начинается из сердца человека. Интересно исследование. Да и вообще, если мы посмотрим с вами, изучим философов, различных историков, людей, которые в разные века жили, вы знаете, их выводы приходят к тому, что они называют всего лишь три причины войн. Знаете, сегодня многие люди спрашивают, почему война? Как такое может быть? Некоторые думают, почему Бог допускает войны? Но на самом деле, вы знаете, интересно, что люди, жившие во все времена, ученые, философы, они называют всего лишь три причины войн. И я хотел бы сегодня, чтобы мы с вами разобрали эти три причины войн. Друзья мои, вы знаете, это зависть, это злоба и это тщеславие. Три причины всех войн. Зависть, злоба и тщеславие. Если мы с вами посмотрим в первую книгу «Бытие», в четвертую главу с третьего по восьмой стих, вы знаете, я, наверное, не думаю, что я ошибусь, если я скажу, что это была первая война на земле. Это была первая война, где были первые жертвы, где была первая жертва. И эта история, друзья мои, про Авеля и Каина. Если вы читали Библию, вы знаете эту историю. Это были сыновья Адама и Евы. Вы знаете, жила небольшая семья, родили сыновей. Один был земледелец, другой был скотовод, разводил овечек. И вы знаете, они знали Господа, они были научены чтить Его. И в один из дней они решили принести жертвы для Бога. И тот, и другой. Давайте мы зачитаем с вами это место. «Бытие», четвертая глава, с третьего по восьмой стих. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от ука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. «Каин сильно огорчился, и паникло лицо его. И сказал Господь Бог Каину, почему ты огорчился? И отчего паникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле». И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Вы знаете, друзья, наверное, не нужно много ума, чтобы, прочитав эту историю, понять, что вот все те три причины, о которых мы с вами говорили, они здесь присутствуют. Зависть, злоба и тщеславие. Каин огорчился. Каин допустил в свое сердце зависть. Он озлобился на своего брата, и он его убил. Он не хотел, чтобы рядом с ним был тот, на кого Бог больше презирает, обращает внимание. Он хотел всю славу забрать себе. Он хотел быть единственным, чтобы у Бога выбора, наверное, не было. Но, знаете, я уверен, что вот это именно, друзья мои, Первая война, которая, если мы с вами внимательно читаем Библию, она разрастается и разрастается. Все больше и больше людей задействовано, все больше и больше жертв, все больше и больше отношений между разными народами, между разными племенами. Но вы знаете, что интересно? Читаю, но Ветхий Завет, я увидел нечто, что очень много, очень много в Библии есть именно братоубийственных войн, именно войн между родными, войн между братьями, войн между племенем, между родом. Если вы внимательно посмотрите Библию, вы это увидите. Почему это происходит? Потому что однажды мы допускаем грех, как Господь предупреждает Каина, если делаешь добро, почему ты опускаешь свою голову? Грех лежит у порога, но ты господствую над ним не допускай. Знаете, я хотел бы сегодня поговорить немножко о этих трех составляющих, об этих трех, наверное, столпов таких, на которых держится вот этот грех, на которых держится вот эта проблема всех войн, всех неправильных взаимоотношений. Давайте с вами поговорим о зависти. Зависть. Вы знаете, интересно, о зависти так много высказываний, приведу несколько. Зависть называют секирой души, зависть называют губительным ядом для сердца, зависть называют самой отвратительной страстью, низостью, низостью натуры, подруга пустых душ, сестра соревнования, мать беззакония. Вы знаете, за время существования земли так много различных нарицательных имен у зависти. И знаете, если мы с вами читаем Библию, в притчах в 14 главе, 30 стихом написано, кроткое сердце — это жизнь для тела, а зависть — это гниль для костей. Аминь. Вы знаете, когда мы начинаем завидовать, мы позволяем этому греху приносить вред нам. Мы позволяем этому греху вкрадываться в нашу жизнь, в основание нашей жизни, наносить нам вред, нашему здоровью, нашему физическому состоянию. Но на самом деле, друзья мои, вы знаете, если мы посмотрим с вами все причины войн, часто, очень часто войны возникают из-за того, что кто-то кому-то позавидовал, у кого-то лучшие земли, у кого-то лучшие ресурсы, у кого-то там лучшие возможности из зависти. Да, конечно, сейчас войны, масштабные войны, огромные, колоссальные войны, в которых замешаны целые государства, там, вы знаете, все это в масштабах, но все начинается, друзья мои, вот с этой маленькой, порой, как нам кажется, незаметной зависти. Я пожелал, я позавидовал, я захотел, мне понравилось. А вы знаете, зависть, она одна не приходит. Она за собой тянет своих подруг, своих сестер. Там и обида, там и, знаете, недовольство, там и подозрения какие-то. Стоило только позавидовать, стоило только посмотреть на чужую траву. Вы знаете, чужая трава всегда кажется зеленей. Аминь. Чужая трава всегда кажется зеленей, всегда чужое, оно кажется как будто бы лучше. Но в результате, друзья мои, мы страдаем, мы наносим себе вред, допуская зависть. Вы знаете, мне нравится одно из правил одного человека, который является основателем Тойоты. Это очень известная автомобильная марка, да. Сегодня Тойота, она является одной из ведущих мировых компаний по производству автомобилей. Надежных, качественных, хороших автомобилей. И вот основатель этой компании Сакиди Тойота, его уже нет в живых. Но у него есть одно очень интересное правило, это правило называется правило пяти. Вы знаете, можно для себя это запомнить. Правило пяти почему? Правило пяти почему? Я хотел бы с вами поделиться этим правилом. Друзья мои, вы знаете, вот от чего зависть она появляется? Иногда мы смотрим на кого-то, смотрим на что-то, начинаем говорить, я тоже хочу такое. Мне тоже хочется. Не важно, что, нет возможности, не важно, что может быть не позволяет, но вот хочется и это гложет, это не дает тебе покоя. И вот знаете, тут важно провести именно такой честный анализ своего я, честный анализ своей жизни. Я не знаю, допустим, что тут сегодня такое актуально, допустим, захотелось там новый айфон там, знаете, передовой, ведущий телефон сегодня очень дорогой. И вот ты хочешь так сильно новый айфон. И первое, почему, ты задаешь сам себе, а зачем? Зачем? Я спрашиваю сам себя, зачем мне нужен новый айфон? И ты отвечаешь, хочу всех удивить. Второе, почему задаешь себе, а зачем я хочу всех удивить? Потому что я хочу, чтобы все обратили на меня внимание. Как это у него новый айфон? Как это он так может себе такое позволить? Ты задаешь себе, третье, почему? А почему я хочу, чтобы все обратили на меня внимание? Потому что я чувствую себя неуверенно. Конечно же, друзья мои, я хочу сразу вам сказать, тут только честный анализ поможет. Вы знаете, можно же самому себе так и неправду сказать, но честно, когда ты заглядываешь в свое сердце, когда ты честно задаешь сам себе эти вопросы, почему? Почему? Четвертое, а почему я чувствую себя неуверенно? И может быть, ты анализируешь свою жизнь, засуждаешь сам на себя и думаешь, ну, я не могу себя как-то реализовать. Наверное, я где-то не на своем месте нахожусь. И вот тут уже задаешь себе, пятое, почему? А почему я не могу себя реализовать? Почему мне кажется, что я не на своем месте? Ты думаешь, ну, наверное, одна из причин, потому что я не тем занимаюсь. Я не тем занимаюсь. И вот тут вопрос, а зачем? А при чем тут тогда новый айфон? Ты не тем занимаешься, при чем тут новый айфон? При чем тут новая шуба? При чем тут новая машина? При чем тут эта новая цепь золотая, которой тебе так хочется? Я не знаю. У каждого из нас свои желания. Но вот эти пять почему помогли этому известному человеку Саки до Тойота быть успешным в бизнесе, в своей жизни и создать такую известную великую корпорацию? Вы знаете, друзья мои, наверное, мы можем честно признаться друг при другом, что мы все, наверное, где-то краем переживаем, иногда, порой, мы сталкиваемся с этим чувством зависти. Оно приходит к нам. Как Господь сказал, оно у порога бывает лежит. Оно близко, и мы можем коснуться его. Но вы знаете, как важно не допустить его в наше сердце, как важно не дать ему укорениться, как важно не дать ему притащить вместе с собой целый багаж греховных каких-то желаний, греховных каких-то переживаний, эмоций. Поэтому, вы знаете, Экклесиас, он пишет в 4 главе, 4 стихом, «Видел я так же, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть, и это суета и томление духа». Вы знаете, суета и томление духа это то, что зависть принесет в твою жизнь. Суета и томление духа. Хочешь освободиться от суеты, хочешь не мучиться внутри себя, не мучить свою душу, освободись от зависти, не завидуй, начни получать удовольствие от того, что ты имеешь, от того, что Бог тебе дает, потому что ты уникальный, твоя жизнь уникальна по-особенному, у тебя есть свое предназначение. Аминь. Вы знаете, если бы Каин, он просто поставил бы для себя задачу, ну тогда хорошо, что-то я сделал не так, может быть, как-то мне нужно исправиться, что-то мне нужно изменить, чтобы мой дар был угоден Господу. Вы знаете, он не стал этим заниматься, он просто удалил своего соперника. Дух соревновательности, который на самом деле стоит кому-то жизни. Вот, друзья мои, что с вами, что может делать зависть. Это маленькое чувство, которое вкладывается в наше сердце. Конечно же, друзья мои, зависть, она приходит со злобой. Злоба, злость, ненависть. Знаете, мы также много можем, наверное, каких-то знакомых слов подобрать к этому слову. Но вы знаете, я думаю, я так предполагаю, что злоба, друзья мои, это качество нечестивого человека. Вот изучая Писание, глядя в Библию, я вижу, что злоба, она характеризует нечестивого человека. Я ни разу, нигде не видел, чтобы святой человек, праведный человек, христианин, он бы характеризовался этим качеством злоба. Абсолютно нет. Абсолютно противоположности. Аминь. Поэтому, друзья мои, злоба, это качество нечестивого человека. Псалтырь, 7 глава, с 15 по 17 стих. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь. Рыл ров, выкопал его и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову и злодейство его упадет на его теме. Друзья мои, тут целая жизнь. Смотрите, написано, нечестивый зачал неправду, нечестивый позволил греху завладеть своим разумом, обману прийти. Вы знаете, он только подумал и тут же заразился злобой, тут же заразился этой ненавистью, родил себе ложь, сам себя убедил обманным путем навредить праведному человеку, поступить с кем-то неправильно, не по Слову Божьему. И мы читаем с вами тут целый процесс, да, он рыл ров, выкопал его, но в результате что? Упал сам в яму. Злоба она ослепляет, друзья мои, злоба она делает нас слепыми, мы не видим и мы сами попадаем в свою ловушку, мы сами попадаем в свой обман, мы сами попадаем вот в это озеро злобы, в эту гиену. Вы знаете, я также хочу сказать вам, друзья мои, что злоба, она имеет корни в преисподней, она не появляется просто сама по себе, ее не ветром приносит, злоба имеет корни в преисподней. Это записано в Ефесянам в 6 главе 12 стихом, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы, века сего, против духов злобы поднебесных. Духи злобы поднебесных, кто такие, друзья мои, это слуги дьявола, это слуги сатаны, это его посланники, которые имеют особенную миссию, и Библия говорит, что это духи злобы, то есть они от самого сатаны, от самого дьявола несут эту злобу, их задача, эту злобу принести на землю, посеять в сердца людей, именно этим занимаются бесы, слуги дьявола. Поэтому, друзья мои, поверьте мне, злоба это не просто какое-то мимолетное чувство, это не просто какая-то, знаете, эмоция внутри нас, злоба, друзья мои, она имеет корни из преисподней. Поэтому, насколько нам важно хранить свое сердце от злобы, насколько нам важно не допускать эту злобу внутри нас, чтобы она не кипятила нас внутри, чтобы она не работала над нами, не зарождала какую-то ложь, какой-то обман, какое-то коварное дело в нашем сердце, чтобы нам никогда не встать на путь нечестивого. Аминь. Я еще раз повторюсь, друзья мои, злоба, она выводит нас на путь нечестивого. Злоба, она характеризует нечестивого человека. Поэтому, прежде чем озлобиться, прежде чем допустить эту эмоцию в свое сердце, подумай, куда это тебя приведет. Библия говорит, приведет тебя в яму. Ударишь сам себя по темени, ударишь сам себя по голове. Это делает злоба. Аминь. в первом послании Иоанна в 3 главе 15 стихом вы знаете, Иоанн, наверное, самое честное, самое такое правдивое высказывание сказал о злобе, о ненависти. Злоба, то, что порождает всегда ненависть. Всякий ненавидящий брата своего, всякий озлобленный на своего брата, всякий злой на своего брата, друзья мои, есть человека убийца, а вы знаете, что никакой человекоубийца не может иметь жизни вечной в нем пребывающей. Злоба, друзья мои, приравнивается к человекоубийству. В любой войне есть жертвы, в любой войне есть убийства, в любых отношениях ненавистных всегда, вы знаете, проливается кровь. Как важно, друзья мои, не позволить злобе завладеть нашими сердцами. Аминь. И третье, друзья мои, о чем мы с вами подрассуждаем, это тщеславие. Наверное, с одной стороны, это тщеславие такое самое в кавычках мирное из тех двух, что мы с вами проговорили. Зависть, злоба и третье, тщеславие. Что такое тщеславие? Вы знаете, наверное, скажу просто, хотя можно долго об этом разговаривать, но я скажу так, это яркое, выраженное желание человека выглядеть в глазах окружающих лучше, чем он есть на самом деле. Яркое желание выглядеть в глазах других людей лучше, чем есть на самом деле. И вы знаете, друзья мои, я вот так наблюдаю сегодняшнее вот это время современное, когда у нас так много интернет-пространства, так много вот этих, такой, знаете, как сказать вам, двойной, наверное, жизни, реальность и то, что мы выставляем, публикуем, и мы так наблюдаем. Знаете, когда ты не знаешь человека, иногда по вот этому, знаете, по социальным сетям, по фотографиям может создаться такое мнение о человеке. но знаете, что интересно, очень часто это бывает обманчиво. Как важно, друзья мои, действительно нам уметь балансировать, не пытаться показаться лучше, не пытаться ввести двойную жизнь. В одной жизни мы такие идеальные, все у нас замечательно, все у нас ролевое, слава Богу, но на самом деле в большей части жизни у нас сплошные проблемы, сплошные какие-то трудности, какие-то, может быть, неправильные вещи в нашей жизни. Вы знаете, мы на самом деле этим руководим, мы этим управляем, только мы сами можем дать себе оценку, насколько сегодня мы, друзья мои, подвержены тщеславию. Тщеславные люди, те, которые все время пытаются поднять свое я, выставить себя в лучшем свете, они о себе могут больше говорить, чем на самом деле делают. Вокруг себя даже собирают тех людей, которые больше им будут говорить, лезть, льстить, выделять какие-то их способности. Это, знаете, наверное, как студент, который закончил медицинский институт с бакалавром, с хорошим дипломом, может быть, с похвальной грамотой, и вот он пришел в медучреждение, и он такой, знаете, с такой бравадой, да кто вы такие, я покажу, я знаю все, меня всему научили, я самый лучший. И знаете, как смотрят все остальные работники медучреждения, они скажут, скоро спесь эта вся послезает с него, просыпается. А этот человек, он такой бравад, а, я сейчас вам докажу, всем покажу. Знаете, наверное, когда мы молодые бываем, мы такие бываем, мы как бы пытаемся сделать такой имидж, что мы сами управляем своей жизнью. и нам порой говорят опытные люди, родители, взрослые, что-то пытаются подставить, а ты не слушаешь, делаешь физ, ты и сам все знаешь, но потом в результате все, что тебе говорили, все, что тебе советовали, оно так и произошло. И у тебя есть два пути, признаться, что ты был неправ, или оставаться в своем тщеславии и говорить, что ты сам к этому пришел, ты сам все так и планировал. Готов ли ты сегодня с этим побороться? Готов ли ты сегодня взять над этим верфь, чтобы не быть тщеславным человеком? Филиппинцам 2 глава, 3 стих, мы читаем с вами, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномуудрию почитайте один другого высшим себя. Один другого высшим себя. Знаете, мне нравится это выражение о мудрых людях. Мудрые люди больше молчат и больше слушают. мудрые люди меньше говорят и больше слушают, можно еще так сказать. тщеславные люди будут говорить, 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 и в основном только о себе. Мудрый человек, смиренный человек, он будет больше слушать, он будет больше извлекать информацию, он будет больше анализировать. Вы знаете, порой он не будет много говорить, он скажет чуть-чуть, немножко, но это будет как гвоздь забитый, он будет держать, он будет основание создавать, он будет утверждать. Поэтому, друзья мои, вы знаете, я верю, что тщеславие это не наш с вами путь, это не наш с вами выбор, аминь, но смиренно мудрее, быть смиренными людьми, быть мудрыми людьми. Вы знаете, для тщеславного человека неважно, насколько его жизнь соответствует действительности, ему важно, что о нем говорят, как о нем говорят, для него это очень сильно важно, он очень сильно зависит от мнения людей. Поэтому, когда в его жизни звучит критика, вы знаете, он выбирает для себя удалиться от этого, он выбирает для себя удалиться от тех людей, которые пытаются его подкорректировать, критиковать немножко. Вы знаете, это важно. Я хочу сказать вам, друзья мои, не бойтесь критики, не бойтесь, когда кто-то вам говорит что-то и это вам неприятно. Вы знаете, большая проблема, когда мы живем в обмане, когда мы только пытаемся слышать то, что нам нравится, то, что нам льстит. Это обман, это заблуждение, это путь тщеславия. Вы знаете, нормальный путь, путь христианина, путь верующего человека, он всегда лежит, друзья мои, через критику. То, что тебя корректирует, то, что тебя исправляет, то, что тебя смиряет. Нас не смирят доблые слова, похвала, когда по головке гладят, не смирит это, не научит смирению. Но когда тебе кто-то говорит конструктивную критику, тебя кто-то в чем-то обличает, слушай, сожми зубы, крепись, прислушайся и что-то поменять в своей жизни. Аминь. Тогда, друзья мои, ты точно избежишь путь тщеславия. Тогда ты точно не попадешься в ловушку сатаны. Итак, друзья мои, мы сегодня с вами поговорили об этом. Поговорили о трех причинах войн, о трех причинах разногласий, о трех причинах конфликтов, которые возникают в нашей жизни, с которыми мы сталкиваемся. И в заключение я хочу прочитать первое послание Петра вторую главу с первого по третий стих. Наверное, это место, которое просто дает нам вот этот важный совет, как нам избавиться от зависти, от злобы и от тщеславия. Как нам это преодолеть? И мы читаем с вами «И так отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Давайте мы поднимемся и помолимся. Наш Небесный Отец, наш Господь, мы благодарны Тебе за это особенное время, когда мы могли рассуждать нас словом Твоим. Мы молимся сегодня, Господь, чтобы нам пред Тобою, Господь, иметь чистые сердца, чтобы, Господи, никакая зависть, никакая злоба, никакое тщеславие не могли вкрасться в наши сердца. Мы молимся об этом, Боже, но помоги нам быть мудрыми людьми, смиренными людьми, помоги нам быть людьми, Господь, которые будут идти путем Божьим во имя Иисуса Христа. Я молюсь об этом. Я прошу, помоги нам, Господь, вникать в себя, в учение, в Слово Божие. Помоги нам всегда извлекать из этого источника живой воды, Господь, силу Божью, силу, которая будет помогать нам преодолевать все препятствия на пути Божьем во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, наш Бог, за Твою заботу, любовь и милость о нас. Слава Тебе во веки веков. Аминь. Аминь.